Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Продолжаем анализировать фундаментальный фон, корректировать, следить за нашими инвестиционными идеями, продолжаем верить в рост, собственно, американца, долгосрочного характера и, соответственно, слабости евро. Новостная картина сейчас явно изобилует, скажем, тем фундаментом, на который стоит обращать внимание. Это не совсем обычные привычные путни, которые лишь, скажем, хороши тривиальной статистикой. У нас что ни день, то проявление каких-либо геополитических рисков, либо дополнительных сигналов о том, что может сойти с монетарной политикой ЦБ и ФРС. Собственно, на предстоящее время эти два регулятора для нас останутся центровыми, поскольку они напрямую должны повлиять на то, что произойдет и с долларом, и с евро. Мы постараемся быть на передовой. Я взял уже на себя обязательство следить за всем фундаментом и надеюсь, что большая часть интересных новостей из нашего вида не ускользает. Если что-то все-таки не удается мне вычленить вовремя, я прошу прощения за это. Буду стараться реабилитироваться. Ну и также, если вам удалось найти то, что я не нашел в плане новостей, я прошу присоединяться, собственно, к активной части нашего трейдерского сообщества. Чтобы использовать каналы коммуникации, каналы на YouTube, Орама Маркетс, для того, чтобы делиться своим видением рынка, расширять уже всеобщий кругозор, помогать нам с нашими долгосрочными инвестиционными мнениями. Большое спасибо, друзья, те, кто это делают. Очень приятно мне читать и знакомиться с вашими комментариями. По возможности я стараюсь их просматривать на ежедневной основе и также давать, соответственно, ответы на те вопросы, которые у вас возникают. Ну что ж, давайте поговорим про то, что же интересного вам на рынках случилось за прошедшие торговые сутки. И, несмотря на то, что непосредственно локальных отчетов было не так уж и много, практически не было, у нас очень мощный резонанс от тех событий, которые случились в конце прошлой недели, чего стоит только выступление председателя, опять же, и ЦБ ФРС на симпозиуме экономическом в международном форуме в Джексон-Коле. Но прежде чем перейти и переключиться на евро и доллар, давайте все-таки попробуем проанализировать ситуацию, которая складывается на рынке нефтянки. Тем более, что та тенденция ценовая, которая разворачивается в рамках этого актива, нам на руку, точнее, будущими инвидиями, лучше сказать, на лапу. Ведь мы видим снижение этого инструмента. И, несмотря на то, что все равно активы зажат в этом узком канале консолидации, 51-52 доллара за баррель, сейчас мы смещаемся к нижней границе. Это позитивный момент. Стоит только на рынке появиться еще, скажем, дополнительному разгрузочному новостному фону, как у медведей продавцов появится. Возможности, чтобы все-таки снова принять попытку протестировать поддержку 50 долларов за баррель. Вчерашняя торговая сессия. Начало недели. Начало недели последней, между прочим, августа. Мы закрываем эту ПТФ уже переходом на сентябрь и, собственно, продолжением отслеживания того фундамента, который есть по статистике, по запасам, по объемам добычи и ждем, как и всегда, дополнительные сообщения, новости по поводу того, что же происходит сейчас в настроениях трейдеров относительно энергетического факта, который был заключен еще в конце прошлого года. Клосс 51-58. Актив сейчас торгуется, в принципе, на тех же самых значениях. Понедельник оказался крайне неудачным для этого актива. Соответственно, быки проиграли, медведи победили. Бренд снова ниже уровня 52 доллара за баррель. Еще более серьезные потери были крокотированы для WTI, потому что там мы зафиксировали вовсе месячный минимум, подобравшись к планке в 46 долларов за баррель. Соответственно, разница в ценах еще больше выросла, что позволяет нам тоже делать, исходя из этого, определенные выводы. Участники рынка продолжают обсуждать ураган, собственно, Харви с точки зрения того, как он может сказаться на объемах добычи и переработке энергосырья. Но поскольку, друзья, мы уже с вами говорили, что при всем уважении к нему, к его значимости, мы понимаем то, что, скажем, под угрозой добычи оказался лишь небольшой процент, скажем, тех буровых, которые присутствуют в Мексиканском заливе. Мы пытались даже оценить, сколько нефти уже по добыче под риском, это около 150-160 тысяч баррелей в сутки. Конечно же, ничтожный показатель, учитывая то, что в Штатах добывается больше 9,5 миллионов, и на Мексиканский залив приходится не так уж и много. Поэтому этот новостной фонд мы изначально не стали использовать с вами как оправдание для роста котировок нефти. Хотя традиционно такие, скажем, природные катаклизмы, они сказываются на объемах добычи. Ну, в Штатах уже были прецеденты, если вспомнить, опять же, тот же самый ураган Катрина, который случился больше 10 лет назад, тогда производство сократилось больше, чем на полтора миллиона. Это, конечно же, существенный был в процентном выражении эквивалент от общего объема добычи. Но ураган Харви повлиял на другое. Поскольку мы говорим про снижение актива, значит, нужно искать все-таки нормальное объяснение, почему же он стал причиной коррекции цен на нефть, а не рост. Дело в том, что участники рынка продолжают обсуждать и оценивать то, как Харви повлиял на приостановку работы производственных мощностей, которые занимаются, специализируются на переработке. Вот здесь как раз основной акцент на этот фундамент, потому что в Мексиканском заливе на побережье сосредоточено, по сути, четверо-25% всех нефтеперерабатывающих заводов Соединенных Штатов Америки. И сейчас, если говорить про объемы переработки, скажем так, временно выведены из строя производственные мощности по переработке, не по выработке, примерно на 350 тысяч баррелей в сутки. Это много. Это настолько много, что трейдеры начинают проецировать эти данные в качестве мощного фундамента, позволяющего рассчитывать на то, что запасы нефти, углеводородов в целом, будут не сокращаться, а расти. Я уверен, что вы понимаете, какая здесь причинно-следственная связь. Если запасы нефти будут расти, особенно запасы, которые потенциально могут сломать тренд по снижению сложившихся последние 8 недель, это еще один мощный стимул, почему нужно продавать нефтянку. Поскольку речь идет о ограниченных показателях переработки, это может привести и к определенным изменениям в показателях запасов бензина. Мы видим сейчас в штатах резкий рост на стоимости топлива. При этом этот фундамент стал настолько определяющим в рамках вчерашней торговой сессии, что трейдеры проигнорировали сообщение в Wall Street Journal о том, что была якобы проведена встреча, уж не знаю где и насколько это действительно так, между предстоятелем Советской Аравии и России, может быть это еще отголоски прошлого понедельника, встречи технического комитета, где обсуждались вопросы про древние геретического факта до июня 2018 года. Но эта новость оказалась настолько неинтересной для трейдеров, что мы не увидели даже локального спроса нанести. О чем это говорит? Это говорит о том, что участники рынка продолжают в отношении такого фундамента вариться в идее общего скепсиса и крайнего разочарования, которое сейчас характерно для всего энергетического факта. В него не верят. Не верят то, что стороны договорятся, не верят то, что новые пути ребалансировки рынка будут более действенные, нежели те, которые сейчас уже используются. Не верят то, что регионы, действующие участники энергетического факта соберутся с максимальной ответственностью и будут более прозрачно, скажем, исполнять обязательства по ограничению производства, соблюдать квоты, чтобы способствовать тому, чтобы баланс восстановился. В общем, сделка, она как была, неэффективна, так и остается. Поэтому ее мы сейчас касаемся лишь как доросорный фундамент, потому что ничего стоящего нет. Ну, правда, ничего стоящего нет для покупателей. Для продавцов это лишь еще на подтверждение того, что сам факт не работает, почему, собственно, нефтянку нужно продавать. Сегодня у нас торник, поэтому в 23.30 по московскому времени мы ждем отчета от Американского института нефти по запасам нефти США. Если расчеты трейдеров относительно того, что Харвит привел к росту запасов, были оправданы и верны, сегодня должны быть уже первые признаки этого. Посмотрим за текущей статистикой, зато, собственно, уже переключим свое внимание на официальные данные, которые, конечно же, для рынка являются более определяющими. Параллельно еще и обратим внимание на объемы добычи. Еще раз, друзья, напоминаю, что ураган мог стать причиной роста запасов, при этом на объем добычи он не повлиял. У нас есть, скажем, сейчас все основания полагать, что завтрашний отчет по запасам от администрации политической информации с всех сторон окажет поддержку нашей короткой позиции. Если это так, то мы с вами будем снова цепляться за полтинник по бренду уже к концу текущей недели. Рубль 58.53 через 20 минут стартуют торги. Ослабление рынка нефти вчера не до конца было отыграно еще котировками рубля, поскольку пресек медведей был проявлен под закрытие уже торговой сессии и низкие показатели активности на российской бирже. Поэтому я сегодня жду, что рубль начнет сбавлять позиции, тем более, что мы видим, что рынок нефти реально сейчас крайне решительно настроен, чтобы тестировать уже нижнюю границу вот этой зоны консолидации, о которой мы с вами говорили. Поэтому любое проявление слабости для нефти будет отыгрывано такой же слабостью и для, собственно, курса российского валютного актива. Вчера, если отметить то, что пара все-таки снизилась с отметки 59, здесь нужно добавить и локальную слабость доллара. Ну, о долларе я предлагаю поговорить прямо следом, поскольку для нас есть традиционный тандем активов, который мы с вами анализируем в плане новостей по американской экономике. Это доллар японская иена. Поэтому я предлагаю вам сразу перейти на эти инструменты и оставить, собственно, рубль наедине с тем, что будет происходить с нефтью и с нашим ожиданием того, что 60 – это тоже уровень ближайших дней. Доллар японская иена. Американские, собственно, статистики, которые на этой неделе будут снабжать нас важными макроэкономическими отчетами, не просто важными, а можно даже сказать без привлечения, судьбоносными для доллара. Это все-таки данные по рынку труда, данные по, собственно, рынку труда в плане роста заработных плат. Это отчет по инфляции, который может подстегнуть, опять же, рай обычаи по доллару, поскольку рост заработных плат – это как раз стимул для роста инфляции. Мы ждем еще и статистику по производственной активности в сфере услуг и промышленности от ISM. Очень важная статистика, которая позволит нам определить будущие показатели по ООП. Сегодня важных релизов по штатам нету, но уже завтра у нас отчет EDP по также рынку труда – это та статистика, которая предваряет Non-Farm Payless, и еще показатель экономического роста. Но это все завтрашние данные. Давайте попробуем определиться и посмотреть на то, что случилось с парой доллар-японская иена за минувшие сутки. Мы, в принципе, видели довольно-таки волатильную торговую сессию. Доллар побывал, как и на локальных максимумах, в принципе, пытался снова становиться выше отметки 109.50, Но мы практически завершили с вами торговую сессию понедельника на примерно похожих значениях. И под конец торгового дня понедельника был позитив еще от комментариев председателя Банка Японии Карады, который снова оговорил о важности сохранения действий экономических стимулов, которые направлены на разгон инфляции. И, собственно, с этим фундаментом, с спокойной геополитической картиной, конъюнктурой, с еще одним подтверждением того, что японская валюта все-таки позиционно должна слабеть, на фоне очевидного контраста усиливающегося и увеличивающегося спреда доходности между облигациями США и Японии, собственно, ушли спать. И на азиатской сессии снова на рынке появился форс-мажор, который вроде бы как мы подшучивали еще несколько дней назад о том, что, не дай бог, такая картина снова станет на передовой, и трейдеры вернутся к конфликту, к фактору потенциальной эскалации напряженности в отношениях США и Северной Кореи. Ну, именно это, друзья, и случилось. Еще раз стоит напомнить лично себе о том, что каркать лучше не нужно, особенно тогда, когда на рынке настроения так быстро поменяются, и на рынке может произойти все, что угодно. Я думаю, то, что многие из вас уже в курсе, что случилось. Северная Корея провела, не знаю, либо испытания, либо уже какие-то прямые на что-то намекающее настоящие провокации в адрес США. Снова были пущены баллистические ракеты, которые, собственно, прошли через воздушное пространство Японии и пали где-то в Тихом океане. Уж не уточняется, насколько далеко произошло это до американской военной базы на Гуаме, но инцидент неприятный. Это инцидент, который снова возвращает нас к возможности эскалации напряженности и снова позволяет нам говорить о том, что геополитика остается центром, опять же, на передовой. Геополитика провоцирует спрос на защитные инструменты. Традиционно от такого новостного фона выигрывает японская валюта, потому что, как вы помните, Япония – это страна-кандидор. Каждый раз, когда возникают геополитические риски, есть предположение о том, что японские инвесторы, институциональные инвесторы, начнут репатриировать капиталы, опять же, возвращая их в Японию. Это и приводит к употреблению японской валюты, и та же самая логика удерживается в отношении, к примеру, Швейцарии, соответственно, швейцарского афранка. Тоже локальный спрос на эту валюту, золото, вы сами видели, где оказалось выше 1300 долларов за тройскую унцию, и сейчас мы видели даже на азиатской сессии вторника, локальный максимум 1322 доллара за тройскую унцию. Это очень много, и основное проявление как раз было связано с фактором эскалации геополитической напряженности. Очень хочется надеяться, что на эти провокации Соединенные Штаты Америки не поддадутся, хотя Трамп импульсивная фигура, все может быть, и его реакция тоже до самого последнего момента остается загадкой для всех. Но остается верить в то, что в последнее время он стал больше прислушиваться к своим советникам, которые еще в прошлый раз говорили о том, что, несмотря на довольно-таки критичное острое заявление Трампа, конечно же, ни о каком военном конфликте, и уж тем более военном разрешении того инцидента, который случилось, дело не дойдет. В любом случае, доллар и японская иена. Друзья, у нас остается тандем до этого валютных активов, которым мы спекулируем как на краткосроке, так и на долгосроке. Вот, собственно, в конце брифинга я еще вернусь к нашей практике, которая, как новая традиция, сложилась у нас с вчерашнего брифинга. Это разделение, опять же, и долгосрочных, и краткосрочных. Мы подведем итоги и посмотрим, как торговать на краткосроке, и в том числе этим активным долларом тоже. Европейская валюта, хай, 1,1985. Мы помним то, что в пятницу выступление Джанет Йенни, руководителя американского регулятора, стоило, опять же, мощному ралли для европейской валюте. Те трейдеры отыгрывали слабость доллара, потому что те участники, которые ставили на рост американцев, боялись получить конкретику по поводу перспективы денежно-кредитной политики. Но этой конкретики не было. Поэтому разочарованные, к сожалению, стали доллар продавать. Это тут же было ввалито в соответствующее снижение доходности американских облигаций и падение в целом индекса доллара. Чем воспользовались, собственно, трейдеры, которые спекулируют на главную валюту в риске? В пятницу 60 пунктов оставалось до заветной планки сопротивлению психологического уровня 1,20. Сейчас на азиатской сессии мы видели, как 15 пунктов сегодняшние дотянули до этого уровня. Ну, здесь стоит уже предположить, что уровень, скорее всего, падет. Но вот движение выше – это уж совсем, скажем, та тенденция, которая будет поднимать очень много вопросов. Вот я буквально, когда готовился сегодня к брифингу, мне очень понравилось, скажем, одно интервью, которое отдал руководитель Бенгри Бариба во время своего выступления и, скажем, эфира на Блумбинге. В частности, на вопросы о том, что будет с евро дальше, ну, может быть, экономические вопросы и вопрос, который, ответ на который мало кто знает. Но позиция следующая, то, что сейчас на рынке должен быть другой вопрос. Если в пятницу, помню, нас интересовало, будет ли Драги говорить о перспективах программы количественного смягчения, то сейчас на рынке вопрос, когда же все-таки Драги поймет о том, что ему пора вмешаться. Потому что его молчаливая позиция сейчас и бездействие, оно только разгоняет и провоцирует еще больше РАИ. При этом были проведены аргументы того, что рост обменного курса, он будет стоить, каждая фигура, каждые 100 пунктов больше, чем 0,1% инфляции. Им будет стоить экспортно-ориентированной экономики, которая традиционно относится к еврозону, примерно 0,1% по экспортному показателю. Я думаю, что это абсолютно оправданные значения. Мы видели уже, как действительно статистика по этим показателям ухудшается. И что символично, параллель абсолютно точный. Потому что евро укрепился за последние, скажем, 3 месяца больше, чем на 3 фигуры, можно сказать, даже больше, чем на 4 фигуры. И мы помним то, что вот последний отчет месячного выражения на потребительские цены провалился на 0,6%. Инфляция остается под ударом, потому что инфляция всегда зависит от двух основных компонентов. Это от обменного курса и от того, что происходит с ценами на энергоносители. У нас обменный курс, курс евро растет, соответственно, оказывает понижательное давление на беспотребительский центр. И у нас есть такое же представление, понимание, что будет с нефтянкой, снижением и еще больше прессинга. Поэтому сейчас на рынке есть позиция, что без словесной, а может быть даже и не только словесной, без валютной интервенции уже не обойтись. И она должна произойти, возможно, даже в диапазоне 1,21 от 21. Ждем, собственно, решительности со стороны ЕЦБ, ждем выступления Драги и ждем, опять же, определенных действий со стороны принципа Европейского центрального банка, который, сохраняя действующие экономические стимулы, должен все-таки еще позаботиться и о национальных экспортерах. То, что экспортеры продолжают терять по капитализации, взгляните на то, что происходит с европейской фондовой секцией, вчерашняя торговая сессия на фоне укрепления евро, основа европейской фонда оснижается. Поэтому, друзья, у нас косочная идея, собственно, еще раз вернемся ближе к концу брифинга, то, как торговать, собственно, этим дуэтом активом долгосрочным, как вы помните, остается раньше продажа. Фунт, ничего нового не произошло, ждем все-таки официальных заявлений по поводу третьего раунда переговоров, думаю, что ближе к концу недели они уже будут обозначены на рынке, сейчас фунт использует поддержку только слабого доллара. Но эта поддержка, насколько бы она мощной не была сейчас для рейсового актива, для британца ограничена уже сопротивлением 1.30. Котировки на текущий момент, друзья, 1.2945. И я думаю, то, что выше, конечно же, планах 1.30 мы с вами не заберемся. И, как и раньше, что на каткосроке, что на долгосроке, не вздумайте отказываться от коротких позиций. Дальше, USDCAD. Вчера мы видели, как пара котировалась ниже отметки 1.25, но, собственно, ослабление цен на нефть все-таки вернул USDCAD выше отметки 1.25. Сейчас мы находимся на этом же самом ценовом значении. Как и раньше, друзья, я призываю вас только покупать эту валютную пару, потому что все в ближайшее время должно сложиться в пользу слабости канадцев. Это и снова расчарование рынка от избыточных ожиданий того, что Банк Канады снова упадет на повышение процентной ставки. Это снижение цен на нефть. И, я надеюсь, поддержка, которую еще доллар получит от статистики ближе к концу этой недели. Австралиец. Никаких важных релизов по австралийской экономике в рамках всей недели не будет. Это австралиец сейчас растет на общей склонности к риску из-за ослабления доллара. Но в любом случае, как я уже отметил, если австралиец сейчас активно реагирует на поведение американца, разумеется, та поддержка, которую может получить доллар, в целом, даже говоря про non-farm payrolls, я думаю, что любой отчет, каким бы он ни вышел, вряд ли разочарует. Потому что за последние 8 месяцев у нас сложился уже исключительно сверхпрогрессивный тренд, который вывел среднюю медианную оценку по количеству новых рабочих мест в месяц хозяйственного сектора выше 180 тысяч. Поэтому даже если случайно мы увидим слабую цифру, она не изменит той тенденции, которая сложилась. Поэтому при любом раскладе все-таки у американской валюты есть больше шансов, чтобы вырасти. Но теперь, друзья, что касается наших с вами как осрочных ориентиров, вы помните, что вчера мы с вами попробовали торговать по торговой системе, которую мне предложили мои коллеги на основании отчетов Commitments of Trades. Это отчет фьючерсной комиссии по торговле товарными фьючерсами американской комиссии. Этот отчет вам доступен как трейдерам нашей компании в личном кабинете. Вы можете посмотреть то, как позиционирование меняется из недели в неделю. Если нет возможности, тогда послушайте меня. Я расскажу. Оценили мы вчера ситуацию, которая сложилась по активам. Мы на основании этого сделали ставку на то, что европейская валюта будет расти. Я позволил себе выписать уровни, с которых мы начинали торговать по косроке и зафиксировал цены до начала брифинга. По европейской валюте, как была косрочная идея, анонсирована покупка, мы с вами смогли бы заработать 47 пунктов. По доллару и японской иене мы сделали ставку как косроки на ослабление американца, то есть на продолжение нисходящей динамики. Только потому, что должно было продолжиться это ралли по факту тех распродаж в прошлой неделе. Мы, конечно же, не знали, что на азиатской сессии будет настолько пахнуть жареным, что на низколиквидных торгах рынок придет в активное движение из-за очередного мажора с ракетами со стороны Северной Кореи. В любом случае, ставка, которая была сделана на ослабление доллара и японской иены с временем вчерашнего брифинга и вот по текущий момент, принесла бы нам 27 пунктов дохода. По фунту у нас тоже была сделка, которая предполагала продажу этого актива. При этом фунт все-таки ускакал вверх и здесь мы с вами потеряли 51 пункт. По канадцу, по против доллара, я рекомендовал по сроке покупку. Здесь, собственно, прибыль 27 пунктов. Взвешивая все вот эти четыре сделки, на основании которых мы с вами торговали, еще опираясь на отчет комитетов Сноу Трейдс, доход в целом локальный был бы около 50 пунктов. Очень хороший результат, но особо давайте обнадеживаться не будем, картина может резко измениться. Как торгуем в рамках сегодняшней торговой сессии? Продолжаем, друзья, покупать европейскую валюту, продолжаем продавать доллары японского иену и продолжаем ставить на сел фунта с параллельной ставкой на укрепление позиции доллар-канадец. Ну, а по другим активам в целом уже пробежались, и я думаю, что понятно. Там нужно придерживаться тех же самых взглядов, что и раньше, потому что по тому же самому отчету комитетов Сноу Трейдс, в целом позиционирования за неделю ничуть не изменились. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. В целом, как всегда, хорошей всей недели. Уходимся завтра в 9.30 по московскому времени. Снова вернемся к нашим косочным позициям. Посмотрим, как отработали эти идеи. Резюмировать будем еще с результатом торговой сессии в понедельник. И снова обозначим новые цели уже на торговую сессию среды. Не забывайте, что завтра у нас еще и насыщенный фундамент, поскольку будем с вами ждать данные по ВВП Англии, точнее США, и статистику по EDP, национальному рынку труда США. На этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания.